Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Львовод и Повеление сердца Рабейну Бахе. У нас идёт 78-й урок, врата 4-й, врата упования, глава, раздел 4-й. Находимся, снова повторяем это, мы находимся посередине сердца всего понимания религиозной жизни. Есть Творец, есть проявление Его в этом мире, есть то, что обязывает нас Его существование, то есть к служению. И в конечном итоге это служение проявляется в той самой вере, у которой плод должен быть. А плод этот основное, чем ощущение религиозного человека должно быть, это упование на Всевышнего. Рабейну Бахе перешёл в этой главе уже к непосредственному разбору проявлений упования в самых разных сферах нашей жизни. Есть сфера, касающаяся человека исключительно, по отношению к себе, есть по отношению к другим людям и так далее. Мы разбираем эти разные сферы жизни. В прошлом занятии мы завершили, напомним это, каким образом должен чувствовать себя человек, уповающий на Всевышнего, и тогда, когда он имеет семью, имеет жену, мужа, детей, родителей, внуков, родственников, друзей, соседей, сослуживцев, окружение весь мир вокруг. То есть, до этого мы разбирали преимущества человека, у которого всего этого нет, он один. И учились искать то самое добро, которое следует из его положения. Теперь он обращает наше внимание, какое добро следует из того, что у человека всё это есть. И как он может себя вести, и как он может себя чувствовать в этом. То есть, давайте снова только повторим то, что мы повторяем на каждом занятии. Это начало всему, это основа понимания всего о том, что истинное упование, ощущение человека, который понимает, осознаёт, что есть Творец, это что всё, что с ним не происходит в жизни, происходит для добра. Очень, 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 очень сложно это усвоить. Услышать, ну, есть люди, которые ещё будут спорить, хорошо. Но вот после того, как человек это принял головой, спустить это в сердце крайне-крайне сложно, потому что рутина жизни, она нас уводит в разные стороны, отвлекает, и мы это забываем. Это надо каждый раз напомнить заново, чтобы по-настоящему этим жить. Потому что очень-очень сложно, очень-очень сложно в момент, когда это происходит, вспомнить о том, что всё, что со мной происходит, всё для добра. И это не потому, что мы такие оптимисты. Было такое течение когда-то неоправданного оптимизма, который ещё 2 века назад, осмеянное всеми. Не это имеется в виду, действительно, его надо обсмеивать, потому что он не имел под собой никакого основания. И это не самовнушение, какой-то психологический трюк, а это всего лишь осознание того, что есть Творец, а если есть Творец, который является добром, то всё, что исходит от него, это и есть истинное добро. И если это уже произошло, то ничего не может произойти в мире без того, чтобы без этого проявилось желание Творца. И так как оно проявилось вот то, что проявилось, значит, это только для добра. Он сказал на этот человек, на эту тему, интересно, что он решил около своего дома, у него был небольшой участок, он решил для жены сделать такой маленький садик. Пригласил садовника, они договорились, всё было ясно и понятно, что должны посадить, какие там цветы, растения, всё-всё-всё-всё. Приходим после работы, смотрит работу садовника, потемнело ему в глазах. Всё, что он заказал, ничего не было куплено, а было куплено другое. Естественно, что он удивился. Говорит, как мы с тобой договорились, записано. А тот, не моргнув глазом, говорит, а не было там это, просто я пошёл купить, там этого не было. То, что мы договорились, я купил другое. Это что, некрасиво? Этот человек почувствовал, что у него, знаете, как вся земля уходит откуда-то из-под ног. В принципе, он готов был взорваться. Что мы должны быть делать в такой ситуации с человеком, который вот так, прямо вот в такой ситуации, вот обещал одно, договорились одно, было сто процентов ясно, что должно-то получиться одно. Получилось совершенно другое. Он услышал, зашёл домой, сделал два круга вокруг стола, поговорил с собой, потом с Богом, потом с собой. Вспомнил то, что тут учат. Вернулся и сказал то, а коль мы нашимаем. Всё, по-видимому, и, скорее всего, это самое лучшее, что для меня есть. Сколько тебе надо заплатить? Единственное, что не надо это делать другим людям, не все поймут. Это человек великий, потому что он смог, даже в момент, когда это произошло, это оценить себя, сдержать. Большинство людей бы устроили просто бы скандал. Просто бы скандал. Это как раз наша тема. Это как раз точно наша тема. Ведь я что-то забегаю вперёд, под впечатление этого рассказа, уже вам рассказал. А до этого, хотя всё это на ту же самую тему, как нам относиться к тому, что у нас есть семя. Раньше мы на прошлом уроке так много говорили, как здорово, что у меня нет семьи, как здорово, что у меня нет семьи, которая требует так много времени, так много усилий, так много внимания. А у тебя есть возможность самому уединиться с Всевышним. Огромное преимущество. Надо его только искать. Каждый раз, в каждом положении, которое есть, надо просто искать, в чём преимущество. Оказывается, что у этого садика, вот эти растения, которые были посажены, совершенно другие. Они наверняка, наверняка, ещё не знает человек, почему. Наверняка они лучше, 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 который только может быть. Пока ещё не знаю. Что происходит, когда у человека есть семья? Как надо себя относиться и ко всему прочему? Просто очень хотел это снова повторить, очень быстро, это настолько важно, поэтому она часть нас. Тут каждое слово очень важно, так разберём его. Что в такой ситуации? Если же у человека, полагающегося на Бога, есть жена и родные, те, кто любит его, а также те, которые ненавидят, пусть он надеется на Бога, на то, что он избавит его от трудов и забот, которые они ему причиняют. В первую очередь, можно, да, молиться, чтобы этих забот было меньше. Но это не значит, что их не будет. Столько, сколько надо, столько и пошлют. Теперь. Что дальше? Пусть он старается исполнить свой долг перед ними. Вложите внимание, как очень важно, очень важно помнить о том, что если у нас есть близкие, у нас есть долг перед ними. Не у них есть долг перед нами. Это их проблема. Каждый человек сам должен видеть, что это долг. А мы должны никогда не ожидать от них ничего. Это одно из правил жизни. Очень-очень важно. Не ждать. Долг есть только у нас перед ними. Есть у меня долг перед женой, перед детьми, перед родителями, перед всем, перед всеми. Я только должен. Теперь. Что дольше надо? Удовлетворять их потребности. Не свои. Теперь скажут человека, что свои не надо, и свои надо. Но при этом не это подчёркивается. Подчёркивается о том, что слово «их». То есть, когда уже иду, удовлетворят потребность, то нужно удовлетворять потребность не ту, которая считает хорошо им, а ту, которая они считают, что это хорошо. Дальше. Всем своим сердцем быть с ними. Ха-ха. Человек может, да, делать добро другому, да, помогать, да, удовлетворять его потребности, но он такую физиономию построит. Он так будет, он так даст понять, что он делает одолжение, что он, смотрите, сколько усилий я вложил, сколько времени, что уже лучше бы ничего не делал. В чём это выражается? Называется всем сердцем. То есть, если уже мы помогаем, надо делать всего сердцу, дальше будем говорить. Это митцва, большая митцва. Более того, надо стерегаться, чтобы не причинить им ущерб, то есть, думать не только о том, что поможет им. Порой мы часто помогаем, не замечая, что мы просто приносим им вред. Я только хорошего хотела, кричала она, и все вокруг плачут. Непонятно, как это так. Значит, только хорошего хотел. Поэтому надо, когда мы хотим хорошего другим людям, как нам кажется, надо смотреть, чтобы ничего не все плакали. Делать всё для их блага, быть для них верными и надёжными во всех их делах. Ах, как хочет жена, чтобы муж был верным и надёжным. Как она хочет. Кстати говоря, муж точно так же хочет, чтобы она была верной и надёжной. и вообще даже не думает, что это может быть по-другому. Это наоборот. Муж думает, э, может, туда-сюда. А жена мечтает. Так это важно. И так по отношению ко всем остальным, верными и надёжными. Чтобы, что называется, можно положиться на нас. Можно. Должны так себя вести. И это список. Жалко, я не буду повторять всё это. Но это очень-очень-очень важно знать, что когда мы имеем семью, у нас есть колоссальная возможность исполнить митцвод, повеление между человеком и человеком. Это большая заслуга, что мы имеем это право делать. Но только когда мы их уже делаем, надо делать это как положено. Делать так, как действительно Тара предписывает от начала и до конца. Давайте перейдём теперь к теме нашего занятия дальше. Говорит Равейну Бахья. Теперь поговорим о том, как правильно вести себя человеку, полагающемуся на Бога, в его отношениях с теми, кто выше его, и с теми, кто ниже его, на общественной лестнице. Мы сейчас ходим. Очень-очень интересную тему. Настолько жизненную. Каждый из нас с этим встречается постоянно. Есть люди, которые находятся в общественной лестнице то ли выше нас, то ли ниже нас. Кто находится выше нас? Начальники всегда. По работе явно это очевидно. Кто ниже нас? Починённые. Обязательно, что это проявляется в сфере трудоустройства? Не обязательно. Это может быть и наши знакомые, соседи. Один, который забрался какую-то на вершину, то ли разбогател, то ли занимает какой-то статус. А есть люди очень простые, которые не преуспели в жизни. Как правильно вести себя человеку вот в отношении к таким, в отношении к таким, вверх, вниз? Правильным здесь будет следующее. Когда возникает необходимость попросить о чём-то человека, который стоит выше просящего или ниже в общественной иерархии, следует возложить свои надежды в деле, о котором просят на Бога. В людях же, к которым обращаются с просьбой, нужно видеть лишь средства для достижения желаемой. Точно так же, как в обработке земли, и в себе видят лишь средства для того, чтобы получить пропитание. Если захочет Бог дать его человеку этим путём, тогда произрастёт посеянное и принесёт обильные плоды. Но не нужно благодарить за это землю, а только одного Творца. Но если он не пожелает дать человеку пропитание этой земли, то земля ничего не произрастит. Или же произрастит, но случится нечто, что погубит вырученное, и нельзя будет обвинить в чём-либо землю. Сейчас, секундочку, мы это должны построить. Точно так же, когда человек просит о чём-нибудь у других людей, должны быть одинаковыми в его глазах сильны и слабы, то есть влиятельны и незначительны. И должен полагаться в исходе своего дела только на Бога Блославенного. И если решить своё дело благоприятно посредству одной из тех людей, он должен поблагодарить Творца, исполнить живо его желания и выразить благодарность тому человеку за добросердечие и за то, что человек сделал через него ему благо. Ведь известно, что это верность приводит мира, добро только через правильник. Видите, какая очень-очень-очень-очень важная мысль. Как у нас в голове устроено? Кроме дружеских отношений к тому, что нужно быть человеком вежливым, что нужно обращаться, всё, что касается повеления между человеком и человеком, у нас есть интересный взгляд. Человек, как правило, эгоистичен. Он смотрит на мир, что может принести ему пользу. Ну, от близких понятно, что всё, что можно, уже взято. Что можно получить от друзей? Теперь друзья бывают разные. Там знакомые. Это по-русски, как блат называется, как ещё называется? Знакомство. Протекция. Связи. О, связи, связи. Связи. Это называется связь. Есть люди, которые же называются, а могут помочь. У них есть связи, у них есть возможности, они там, наверху, они выше нас. А есть люди, которые, они... Ну, что он может за мухрышком? Какие связи, что? Не в его силах всё это. Кому мы пойдём за помощью? Предположим, мы внуждаемся в чём-то. Кому мы пойдём? Естественно, те, кто посильнее, те, кто выше, те, кто может. Это логично. Никто не будет искать человека простого и какой-то просьбы. Теперь. Правильно это делать. Естественно, что надо идти к человеку, который имеет связь, если мы уже хотим, то биться чего-то. Где проблема находится? Проблема, когда мы успех конечный, будем полностью одевать на этого посредника, на этого успешного человека, который имеет связь. и тогда что? Если он принесёт нам ожидаемое, то тогда мы скажем, «О, как здорово! Вот, благодаря ему я добился то, что я хотел, он мне действительно помог. Видите, мой план осуществился. Надо иметь полезное, хорошее знакомство. А если это не осуществимца, ну, что скажем? Ай-яй-яй, фуя, нехорошо. Смотрите, какие люди. Он мне не захотел помочь, или помог, но всё мне испортил. И это всё по-разному. Люди по-разному всё смотрят на попытки того, что он это пытался, но у него это не получилось. Чем обвинять их? Как так? Взгляд человека религиозного, человека, который имеет это упование на Всевышнего, должен быть совершенно другой. Нужно ли обращаться к другим людям за помощью? Как правило, мы должны полагаться на себя. Есть у нас привычка у многих. Мы пришли домой. Почему-то мы всё время должны кого-то что-то просить. Знаете, мы же уставшие, по-видимому. То ли эта привычка идёт из дома, то ли это идёт из лени. Ну, факт тому, что часто наблюдается, что мы создаём массу конфронтаций в доме только от того, что мы хотели кого-то, мы обязательно кого-то должны попросить, поднеси мне воды, сделай мне чай, там, прибери, принеси, унеси, сбегай. И когда мы видим, что наши домашние не делают это с нужным выражением лица, со всем желанием и радостью, недовольны, если это не быстро, то тоже недовольны, а если вообще не делают, то скандал устраиваем, порождаем нашу конфронтацию. Человек должен знать, это не относится прямо к этому, это просто нормальное поведение. Мы никогда не видели, что кто-то из великих рабоним, он кого-то что-то просил. Чуть ли не до своей, до самой престарелости они ухаживали сами за собой. И никогда никого не попросили. Нужно ли просить? Существует ли такая реальность у нас, в которой мы можем, да, обращаться к кому-то? Конечно, нужно. Обязательно нужно. Да, мы должны должны обращаться к кому-то. Где вся проблема? Вся проблема, что если ты уже человек религиозный, сказав А, надо сказать Б, если ты уже живешь этой жизнью, то надо и в этой ситуации, в этой сфере точно так же видеть, что присутствует в ней и сам вот создатель этого мира, творец. В чем это проявляется? Что все, что мне нужно получить, как мы уже учили, я получаю напрямую от кого? От Бога. Сорплату мне Бог платит. Не работодатель. Он только посредний. Точно так же, если я ищу протекцию, чтобы устроиться на работу, или я ищу пути, как добраться до какого-то профессора, или еще что-то, самые разные возможности, которые есть, чтобы у меня в голову не пришло о том, что конечный результат, он зависит от этих людей, которые мне помогут. вовсе нет. То, что мне положено, положено. Что я должен сделать? Я должен сделать только минимальное усилие, обратиться к этому. В известном случае про Паальшемтов, который рассказывает, Хасидин, в определенном этапе его жизни, он настолько был беден, что дошел до уровня практически голода, не было что есть. И что он сделал? Он дошел, пришел к одному дому человека, более состоятельного, и постучал в дверь, и ушел. Как раз был там хозяин, открыл дверь, смотрит, никого нету, посмотрел вправо-лево, увидел только человека, отдаляющегося, понял, что другого не было, кто постучать. Побежал за ним, остановил, сказал, это ты ко мне стучал? Он говорит, да, я. Что ты стучал? Он говорит, я голоден. Говорит, идем я тебе, да? Ему дал, дал ему поесть, дал ему еще и денег. Он спросил, скажи мне, почему ты ушел? Ты же постучал, почему ты дождался, чтобы я прям стоял около двери, мне там, так сказать, а ты ушел? Почему ты ушел? Он говорит, я скажу почему, потому что я прикинул о том, что сколько мне усилий нужно приложить вот в такой ситуации. Достаточно постучать. Достаточно постучать, подожди, чтобы тебя открыли. Он говорит, смотри, у каждого есть свой уровень усилий, которые он должен делать. Ты же видишь результат, что я действительно только постучал и ушел, мне надо было ничего делать, ты за мной погнался. Это то, что произошло. Так оно и оказалось. Естественно, что нам, слушая хасидские истории, мне нужно это повторять. Мера нашего усилия, она должна быть гораздо, гораздо больше в мере нашей праведности, чтобы мы не в облаках там находились. Так или иначе, надо знать, что усилия, да, мы должны делать, мы должны допросить, но одно единственное, мы должны знать о том, что это проходит через посредника, а на самом деле все приходит от самого Творца. И вот тут он говорит самое основное. Наше понимание о том, что обратиться к человеку более, 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 более сильному, человеку более, более имеющему связи, конечно, принесет больше результатов, а вот менее, слабому и так далее, не имеющей связи. Какой результат? Может быть, не стоит. Вот он говорит, и это надо обратить внимание, нет разницы. В принципе, нет разницы. Если мы хотим добиться, если мне это полагается, то окажется, что и человек, который имеет меньше связи, и он стоит ниже нас, предположим, даже по вот этой иерархии общественной, он нам принесет точно такой же результат, а может быть, еще и лучше. И нет разницы между теми этими. Это подчеркивает о том, что если мы так понимаем, понимаем, это не значит, что надо искать сразу человека, который, так сказать, не имея связи, и вдруг надеясь на чудо, что у него окажется связи. Нет, надо искать людей, человека, который, да, имеет связи, но при этом надо знать на нашем уровне, что нет разницы между таким и таким, между сильными славой. Нету. И тот, и другой принесет тот же самый результат всего Творца. это первое. Второе, что он говорит, о том, что, зная о том, что результат, результат не зависит от этого человека. Не зависит. Не от него зависит. То ли он это добьется и принесет нам то, что мы просим, то ли нет. И в том, и в другом случае то и другое от Всевышнего. То и другое от Всевышнего. Когда приехал к Раф Ильяшеву на операцию известную, о которой мы уже говорили, этот врач из Америки, то Раф Ильяш ему сказал, это слышали все окружающие, он сказал ему, то он его позвал, и сказал, ну, переведите ему и скажите о том, чтобы он знал, чтобы он не волновался. Если у тебя получится операция, я тебя буду благодарить. И в руках Шемша тебя послали с небес. меня вылечить. А если у тебя не получится, чтобы ты тоже не волновался, чтобы ты вообще не волновался, это с небес тебя послали, чтобы у тебя не получилось. То ли так, то ли так, ты не должен волноваться. Это то, что тут написано. Видеть во все тех людях, которые выше нас, ниже нас, исключительно только посланников, не зависит от них конкретно не зависит от них конкретно результат. Мне не зависит от них. Поэтому, и дальше об этом сказано, еще раз повторим это, как вот так, дальше это сказано, может быть, уже не будем забегаться вперед, сказано о том, что не нужно, не нужно, не нужно реагировать на то, что у них это не получилось. точно так же, как не входить в уфорию от того, что да, получилось. Сейчас продолжает он и говорит так, но если не решится его дело, вот смотрите, сейчас, если мы ищем протекцию, и эта протекция, она нам удалась, и мы получили это. У нас вопросов нет ни к Богу, ни к кому. На завтра мы, через секунду мы забываем о том, что нам помогли с небес, что происходит? И это самое для нас тут важно, а с точки зрения разбора этой книги, это центральный момент, что произойдет, если мы не получим то, что мы хотели, то, что мы искали. Искали протекцию, ничего не дала, должны были принять на работу по протекции, и нас не приняли. Какое будет отношение в момент, когда мы получим письмо, о том, что нас не приняли на работу после всех наших усилий. Но если не решится его дело, так как ему хотелось, посредством тех, кого он просил, то пусть он не обвиняет их и не связывает с ними причину произошедшего. он должен благодарить Бога, избравшего для него лучший исход этого дела и похвалить тех людей за их усилия помочь им, насколько ему об этом известно. Хотя дело и не удалось так, как хотелось ему им. И точно же должен человек вести себя по отношению к друзьям, тем, кто любит, компаньонам, друзьям. Слушайте, это то, что происходит с нами, может быть, не каждый день, но это практически случается постоянно. позвали водопроводчиков. Заказали одно, получилось другое. Ну, что произойдет, если мы делаем ремонт квартиры? Скажите, человек не сойдет с ума от того, что он надеялся на одно, а получил другое? А? Кто же? Все, кто делали ремонт, знают прекрасно о том, что нет большего испытания. И это не с одним человеком, порой с многими надо иметь дело с одним, другим, третьим, четвертым. Так много разочарования может быть, можно сойти с ума, а что-то может сойти с ума. А что тут сказано? Тут проверка. То есть, когда, если все получится точно, как заказали, все-все-все идет, забыли, мы от этого ничего не, ничего не выросло от этого. Мы не стали более совершенными. А вот, когда мы получили испытания, нас раз поставили, вот, вот, не получилось. Не получилось. Совсем не так, как мы хотели. Заказал, одни деревья пришли другие. Цветочки, нити другого цвета. Как себя вести? Вот тут и проверяется, что за упование у нас в сердце. Мы действительно, вот, все к добру, это только, что называется, мы можем цитировать, обучать других, или это часть нас. Весь мусар, все, что мы изучаем, мусар – это еврейская этика, это техника, каким образом, вот эти умозрительные знания, которые, они должны быть очевидны, как их спустить в сердце, как этим жить? Другими словами, как их привести к уровню инстинктивной реакции? Как я отреагирую, если попаду в ситуацию, когда у меня будет все с точностью наоборот? Я планировал одно, а получилось совершенно другое. То есть, заказал одно, мне принесли совершенно другое. Как я должен отреагировать? Как я должен отреагировать? Я заказал, предположим, не знаю, холодильник, не знаю, что, холодильник. Какой марки? Ну, вот такой, вот такого, такого размера, вот такого цвета, такого, ну, то привезли. Другого цвета, другой марки, другой цены, выше, все, все, все другое. Что я должен сделать? Я должен аниметь, я должен зайти с ума, я должен начать кричать, я должен, да что я должен делать? Что я должен делать? Смотрите, написано прямо было. Так, я это своими усилиями все это сделал, нет. то есть это 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 я заказала не я не заказал то есть я то что то что я сейчас вижу языка это не заказал кто мне это послал но после кто был его посредник вот это человек вот это человек он был посредником это теперь этого человека что я могу делать я этого человека сейчас буду обвинять верно Я буду на него кричать, орать, я буду на него что-то... Я буду права качать по-русски, говорят, верно? Надо права эти качать, потому что он мне принёс всё другое. В принципе, это человек нерелигиозный, по большому счёту. То есть он забыл. То есть мы иногда, знаете, мы люди религиозные, иногда нерелигиозные, мы просто забываем, бывает такое. С перерывами. Почему? Потому что реакция наша. И надо всю жизнь работать над этим. Не думайте, что человек, услышав это, он сможет овладеть этим. Вовсе нет. Годами занимает, годами, годами. Говорят, Балей Мусар, говорят, что это годами занимает, чтобы дойти в состояние, когда человек способен на уровне инстинкта отреагировать, который как-то рад требует от него. Ясно и очевидно о том, что если это принесли ему совершенно другое, не то, что он планировал, закормили нашим маме, очевидно. Явно, что это для добра. Это явно для добра. А кто не видит, кто начинает оспаривать, начинает нервничать, он просто живёт без Бога. Нету для него. Есть люди религиозные, которые могут прожить всю жизнь, они будут всё соблюдать, но они безбожники. У них не существует. Есть разные уровни безбожников. Есть соблюдающие крепко, есть умения, но они нету в их жизни. Они никогда не разговаривают с Богом, никогда не стараются, не стараются усвоить, воспринять, сделать часть из себя, все его повеления. Вот эти ощущения о том, что всё к добру, годами и годами надо тренировать, для того, что когда случится, отреагировать. Тогда выиграл. А тогда человек почувствовал, а, наконец-то, после многих-многих лет, наконец-то удалось что-то хоть усвоить. Те годы узнают, что это не зависит от этого человека. Можно его обвинять в том, что он разгильдяй, по-русски есть какие-то слова, неряшливый рабочий, ленивый, не досмотрел, не посмотрел. Можно его всё в этом обвинить. И в всём мире так и принято. Теперь в скобках только надо заметить, это не значит о том, что если нам привезли, что кто-то понял сейчас неправильно, мы заказали холодильник А, а нам принесли что-то другое Б, мы должны сказать, всё, между Богом, всё, давай принимай так. Нет. Ну, невозможно. И нет. Просто было невозможно, а так и надо себя вести, надо сказать человеку, смотри, мы заказали одно, а получили другое. И посмотреть, что получится дальше. Можно даже настаивать на этом. И так и так. Весь вопрос не в этом. Что происходит в душе человека? Никто это не видит. Только сам человек знает, что у него внутри там происходит в этот момент. Он забыл, что есть Бог, который, в принципе, ему устроил вот такое испытание. Или он считает, что он управляет это миром, поэтому нет Бога, он управляет, и вот я заказал на другое, буду сейчас свои права отставать, сейчас кто виноват, он виноват. Мы не обвиняем никогда других людей. Эта культура, откуда мы приехали, вечно искать виновных, она второе отсутствует. А если уже мы ищем виновных, то только в себе, а не в других людях. Как до этого дойти? Ой, как сложно. Ещё раз надо, ещё раз повторять, ещё раз повторять, ещё раз повторять. Нельзя искать виновных вокруг нас. Эта культура не наша. Нельзя заниматься самобичеванием, когда чем увидим. Ну, по крайней мере, по крайней мере, всегда начинаем с самих себя. Сейчас дальше это разберём. Это основная наша тема. Итак, что он тут говорит? Если не решится дело так, как ему хотелось, а посредством тех, кого он просил, то пусть он не обвиняет их и не связывает с ними причину происшедшего. Это, знаете, как... Вот, смотрите, вот человек пришёл к врачу. Пришёл к врачу. Ну, заболел, пришёл к врачу. Врач, скажем, опытный и так далее. И врач говорит, нужна операция. Что мы скажем? Ну, значит, нужна операция, ты у меня спасаешь жизнь. Мне, правда, будет больно, потом буду, не знаю, там, отходить от этого, там, целый год. Полгода. Спасибо. Или ситуация такая же. Пришли к врачу, он говорит, тебе не нужна операция. Скажите, что произойдёт в двух ситуациях? Как мы должны себя вести? Вот, смотри, что написано. Когда есть кто-то, к кому мы обращаемся и надеемся на его помощь, и эта помощь не пришла через него, и мы подумаем, что это из-за него, из-за того, что он, там, сказать, не был добросовестным, в общем, нет. Мы не обвиняем их и не связываем с ними причину происшедшего. А что он должен делать? Поблагодарить Бога, избравшего для него лучший исход этого дела. Баруха Шем, что я не получил. Баруха Шем. А реакция, которая внутри должна быть, как здорово, хорошо, что я не получил холодильник, который я хотел. Можно настаивать ещё на своём. Это уровень такой. А есть уровень, который он описывает. И вообще говорит, так это лучше, что есть. Более того, обратите внимание, тот самый человек, который всё нам это натворил. И таких людей вокруг нас постоянно и много, так мы полагаем. Надо похвалить его. За что? Не за результат. Результат всегда от Бога. А за те усилия помочь ему, насколько ему об этом известно. Хотя дело и не удалось, так, а хотелось и им. Я говорю, слышите, до какой степени нужно? Вот этому наглецу, который пришёл, и подсунул мне что-то другое. Я его ещё и должен похвалить. Должен точно ему сказать спасибо, должен его похвалить, сказать спасибо за то, что усилия ты привёз, ты нет. Результат не тот, который я хотел. Не те цветочки, не тот холодильник, не та ты кухня, не тот умывальник. Ну, спасибо тебе за то, что ты сделал. Тому врачу, который нам сказал о том, что не нужно операцию, мы скажем спасибо? Конечно. Если врач скажет, нужна операция, что ему скажем? Тоже скажем спасибо. А вы понимаете, это когда человек понимает, что он всего лишь посредник. Нет проблемы у нас понять, что нужно, а результат не зависит вообще, то ли так, то ли так. Нужно сказать спасибо за усилия, за его понимание, что он вложился в этом, что есть для меня добро. То ли так, то ли так. Нужно сказать спасибо. И это не важно. Представляете? Вот этому наглым, этим людям, которые нас дурят, во-первых, не надо всех подозревать, что нас дурят. Мышту людей, которые нас дурят, они считают, что они дурят, хотя и есть и такие, и не надо быть простачком, чтобы попадаться на них. Но большинство людей это делают, они уверены в том, что они самые честные люди, которые только есть. О том, что они принесли другие цветочки, а что, в чём проблема, они не видели. Ну, так другой холодильник, другие цветочки, как Каренса. Этот работает, тот работает. «Я хотел тебе только лучшего». То есть, они не слышали о том, что лучшее то, что хорошо человеку. Но это их проблема, это не моя. Моя проблема в чём состоит оказаться в этот момент человеком религиозным. Всё от Бога. Это от Бога. Всё для добра. И это для добра. И не обвинять его. И не обвинять его. И так вести себя по отношению ко всем, к своим близким, в первую очередь, к своей жене. Никогда не обвинять жену во всём. Жена не узнает обвинять мужа. Не обвинять своих детей. Не обвинять своих родителей. Не искать вечно виновных. Эта культура, это страшная культура поиска виновных вокруг себя. К друзьям, компаньонам, ко всеми, к начальникам. Никого мы не обвиняем. Никого. Никого. Теперь смотрите, давайте обратная ситуация. Говорит он так. Подобным же образом, наоборот, если попросит его о чём-либо другой человек, стоящий выше его в обществе, в общественной иерархии, или ниже его. До этого мы говорили, мы люди, зависим от кого-то. Нам что-то не хватает. И мы должны кого-то просить, унижаться, протекцию искать. Как себя должны вести? Разобрали. А наоборот, если к нам обращаются, мы те самые протекционеры, мы те, которые могут продвинуть чужие дела, у нас есть власть, или, как тут сказано, мы ниже находимся на этом уровне общественной иерархии, и люди более простыми, и тем не менее, к нам обращаются за помощью. Порой простое. Помоги то, помоги это, советом то, это что. Как мы должны относиться в такой ситуации? И тут надо знать, то, что мы сейчас учим, это основа еврейской жизни. Очень-очень важная основа еврейской жизни. Если человек к нам обратился за помощью, ху-ху! Знаете, что такое, к нам человек обратился за помощью, это значит, что на небесах выбрали нас, закай, закай, это тот, кто удостоился, удостаивают нас выполнению великой митцвы, милосердия, которой есть в этом мире. Митцвы и милосердия. Что такое милосердие? Хесед. Что такое хесед? Митцвы и милосердие. Что такое милосердие? Поможет другим людям. Как? Бескорыстно. Винни, смотрите, что сказано по этому поводу. А! Он должен взяться за дело от всего сердца, искренне постараться исполнить просимое, если только представится ему такая возможность, и простящий достоин того, чтобы стараться ради него. Видите, сразу нам, так сказать, дают возможность, дают нам возможность избежать в это. И тут испытание тоже, сейчас мы объясним это тоже. После этого должен положиться на Бога в успешном завершении дела, если он успешно осуществится при его участии, и через него придет благо другому человека, а пусть поздоровит Всевышнего за это. Но если не будет ему дана такая возможность, он не должен обвинять себя. Он обязан лишь сообщить просившему, что ничего не упустил из того, что следовало сделать после того, как потрудился и проложил все усилия. Кабантай, тут очень-очень важное есть наставление, жизненное наставление на жизнь. Как должен себя себе вести еврей? Как он должен себя вести? Как он должен себя вести? Когда нас просят, и не важно кто, если человек выше иерархии нас, мы побежим быстро это делать. Ниже у нас настроение будет гораздо меньше. Так мы устроены почему-то. Видите, это все построено очень эгоистично. Услужить и помочь кому-то человеку, такому, знаете, находящемуся, богатому, или человеку влиятельному, мы побежим, почему, в надежде получить что-то взамен. А помочь человеку, который ниже, ну, а что от него получишь впоследствии? Всегда мы хотим это дать с желанием получить. Но надо знать, что это не христика. И это не митсва. Это тот самый же эгоизм, который будет двигать нам, так сказать, башь на башь получить. Это какие-то торги, это какой-то бизнес. Поэтому надо знать, что если нас просят, как тут сказано, он должен взяться за дело от всего сердца и искренне постараться исполнить просимое. Слышите? Мы слышим просьбу, и как нам не сложно, если нам позвонили и к нам обратились, нас остановили, значит, что нужно делать? Значит, нужно это делать от всего сердца. Всего сердца. То есть, не половина сердца, не треть, не четверть от всего сердца. Со всем желанием действительно помочь этому человеку. И искренне постараться исполнить просимое, то есть, до конца это выполнить, не выполнять это наполовину. Мы уже говорили по этому поводу, о том, что вот эта митсва от Хесли, надо ее видеть как митсва. Митсва. Дополнение митсвы, что требует, имеет несколько составляющих. Одно – это само выполнение, другое – это намерение, которое у нас есть. Третье – то ощущение, с которым мы делаем. На всех уровнях мы выполняем эту митсву. Митсва от Хесли, которое мы должны сделать, если она подвернулась, подвернулась. И мы должны понять, что это Хесли, а не нагрузка, а не еще что-то на нас, так сказать, не знаю, так сказать, кто-то нас, как сейчас говорят, нагружает, сейчас говорят, нагружает, нагружает. А вместо этого, чтобы нагружать, надо увидеть, а, мне Рухашев, который послал мне митсву, послал мне возможность выполнять хесед. Как я должен выполнить остаток? С точки зрения выполнения, во-первых, я должен иметь намерение, что я действительно выполняю митсву. Да, так как говорили, Великий Равин один, который был в больнице, видел эту работу медсестёр, которые так много делают, хеседа, сказал одно единственное, вы так много делаете милосердия, только имейте намерение, что это митсва, вы так удостоитесь, так много всего лишь навсего, маленькое намерение. Это одно. Второе – от всего сердца. Другими словами, чтобы не было внутри какого-то сопротивления этого душевного, а наоборот, эмоционально мы должны быть, наоборот, очень хотеть помочь этому человеку. Третье – надо выполнить митсву. Непосредственно попросили позвонить, найти то, сделать это, значит, нужно сделать. И тут ещё доходит интересная вещь. Митсву мы, как правильно, не делаем наполовину, на третье, на четверть. Начали. Надо закончить. Надо закончить. Историю слышал через третьи руки. И вот одного человека жил около одного из наших великых раввинов. Он был его соседом, недалеко жил. Ему надо было какую-то протекцию получить от одного профессора, попасть к нему. И он… Было очень тяжело к нему попасть, но он знал о том, что он очень исключительно относится к кровооборбаху. Он пошёл к нему, попросил его, можете мне помочь, протекция. Он говорит, нет проблем. Я тебе напишу, дам всё-всё. И стал, написал ему письмо. И он видит, рассказывает о том, говорит, встаёт раб, ищет конверт, и, значит, сказать, всовывает и начинает. Он говорит, раб, не надо, я всё сам сделаю, я всё закончу. Если ты начал митсву, ты должен её закончить. Он говорит, у меня это был урок, это запомнил на всю жизнь. Начал митсву, надо её закончить. Ецерара всегда будет мешать нам закончить митсву. Он иногда нам, даже Ецерара, это дурное начало, поможет начать митсву, но он не даст нам её закончить. Поэтому, как надо себя вести, как тут написано. Как тут написано. Если нас просят, то надо делать это от всего сердца. Надо искренне постараться исполнить просимое теперь. Теперь, слушайте сейчас, что дальше происходит? А, ещё не извиняюсь. Тут сказано о том, что надо всё выполнить, если только такая возможность, она реальная. То есть, если нас просит чего-то, что совершенно нереально, то известно, что мы не должны говорить, «А, всё это от небес, и мне как-то чудесным образом помогут это осуществить», это нереально, мы адекватно это оцениваем. Значит, это нереально. И ты дальше тут сказано, и простящий достоин того, чтобы стараться ради него. Действительно, мы не должны, любой человек, который нам обращается, мы не должны бросаться ему помогать. Иногда это может привести к тому, что просто вот этот милосердный человек, просто он закончится у него жизнь. Есть много людей, душевно не со всех уравновешенных, есть много людей недостойных. Надо только быть уверенным в этом. Если негодник какой-то обращается за помощью, явно за этим кроется непонятно, к чему это должно привести, то можно разными путями уйти от этого для того, чтобы не помочь ему. То есть уклониться от этой как бы «митцвы» в кавычках. Это не митцва. Мне считается митцва для неугодника помочь ему как милосердие. Теперь. Ну, теперь я должен... У меня теперь ситуация снова точно такая же, когда я обращаюсь к другим людям. Когда обратились ко мне, я могу то ли преуспеть в этом, то ли не преуспеть. Так вот, что тут сказано, каким должно быть отношение человека к Тору. После этого он должен положиться на Бога в успешном завершении дела. Дай Бог, чтобы мне помогли. Этот момент, который... Ой, как ускальзывают от нас. Ой, как ускальзывают. Даже простая вещь. Нас попросили... Люд, давай, помоги мне, так сказать, перевести вещи на вещи. В принципе, видите, если мы бы пошли точно по написанному, то я бы сейчас иду, значит, помочь кому-то. У меня должно было в голове, первая вещь, которая должна быть, это обращение, чтобы он был, помоги мне перенести ему эти стулья с одного места в другое. То есть я не буду полагаться на свою силу и сказать о том, чтобы он был, помоги мне, чтобы это осуществилось. Так надо себя вести. Чтобы это я начал и завершил эту митсу. И если оно успешно осуществится при его участии, и через него придет благо другому человека. А, пусть благодарит Всевышнего за это. Видите? И этого тоже не хватает. Пошли, помогли, удалось. Нас попросили перенести мебель из пункта А в пункт Б. И нам удалось это сделать. Мы перенесли из одного пункта А в пункт Б. В конце Нарвонжелина, то да, раба, спасибо за то, что мне это удалось. Тоже забыли это сделать. Снова мы можем это себе приписать. Но вот приходит самый основной. Но если не будет ему дана такая возможность, пообещал. Но оказалось, что это нереально. Не смог добиться. Попросили помощи, протекции. Попросили какое-то осуществление чего-то. И это не удалось. Будут люди, которые начнут себя корить и обвинять. Так вот, тут сказано не так. Он не должен обвинить себя в этом. Человек всегда должен ходить с чистой совестью. Когда у нас будет чистая совесть? Мы сделали от нас всё зависящее. Как тут сказано, со всем сердцем, желанием помолились. Ну, каков результат? Нет результата. А если нет результата, значит, это ему посылается не через меня. Должен ли я винить себя в этом? Ответ – нет. А что нужно сделать? Обязан лишь сообщить просившему, что ничего не упустил из того, что следовало сделать. После того, как потрудил, заблажил все усилия. Сказать ему, человеку, послушай, то, что зависело от меня, я всё сделал. Результат – ноль. Никакой. Никакой. Так себя надо вести по отношению к людям, которые выше нас, которые ниже нас. То ли мы у них просим, то ли они просят у нас, тогда, когда мы выше, ниже в этой общественной иерархии. Так или иначе, речь шла пока о людях нормативных, с которыми можно определить, как людей любимых. Дальше он разбирает очень важную ещё одну сторону. Как себя вести в делах, связанных с врагами, с завистниками, недоброжелательными? Как с ними себя вести? Не у всех людей есть только друзья. Есть и люди, которые не очень их долюбливают, не очень хорошие отношения, не встраиваются. Как себя с ними вести? Очень важно. В делах же, связанных с врагами, завистниками и недоброжелательными, следует положиться на Творца, будь он благословен. И дальше то, что я говорю, реагировать спокойно. Терпеть от них обиды и воздавать им не злом по делам, а милостью. Тут надо, чтобы все не перепугались. Тут не сказано это в явной форме. И кто, так сказать, не видит общую картину, более широкую, очень сложно понять еврейские книги. Наиболее явной форме, ясной форме, это находится в книге Мсилат и Шарим. Помните, кто ее учил, кто ее учил внимательно. Там это очень ясно объяснено. Есть два уровня минимальных. Два уровня, прошу прощения, не минимальных. Два уровня, три на самом деле, которые как бы есть в отношениях между человеком и Творцом. Есть уровень, который Творец требует от человека. А есть уровень, когда он как бы ждет, чтобы человек это сделал. Нижний уровень – это уровень законности, уровень правосудия, того, что он требует, о том, что это необходимо. Необходимо для твоей же пользы. Такой уровень называется уровень праведности. Цадик, слышали? Мы неправильно понимаем слово цадик. Цадик для нас – это кто-то. Нет, цадик – это цедик, цедик, справедливость. Все как положено, по справедливости. Мир сотворен таким образом, по справедливости. Вот так должно быть. Один, два, три, четыре. Ничего нельзя поменять. Это один уровень. Другой уровень над ним называется уровень хасидуд. Не имеется в виду хасидиду, это так, как они хотят жить, но уровень, который чуть выше, это уровень от того, что не согласно закону, а согласно того, как бы хотелось бы, чтобы было, как надо, чтобы было, как Бог сам этого хочет. Кто помнит пример, который проводили, когда еще давно-давно учили, оно было тому, как, скажем, отец просит своего сына, а хочется попить. Что делает сын? Берет кружку, бежит к умывальнику, набирает воду, крану набирает воду и дает папе воды. Кто он? Цадик. Цадик. Но если был бы он хасид, то он понял о том, что папа воду с крана особенно не очень любит. Услышав такое, он тут же бегом в ближайший киоск, баночку пива холодного и принес папе. В принципе, когда поговорил, что хотелось бы попить, именно это он имел в виду. Естественно, что этот пример, так сказать, лавдилевдалот, а творец хочет от нас, хочет от нас что-то, чего-то по-настоящему, вести себя, как бы хотелось бы. Это то, что описано тут. Тут не описано, не описано, не описано правосудие, не описано праведность, а более высокий уровень. Поэтому, когда есть человек, который завистник, враг, недоброжелатель, он-то на нас ореод делает нам плохое, устраивает нам, не знаю, мы не должны, как тут написано, терпеть их обиды, воздавать им, «А, милость, это уровень хасида, это уровень воли высокий». А если мы люди простые, то мы, да, можем ему ответить, мы можем ему сказать, только надо знать, тут несколько ограничений из этого. Когда мы вступаем в конфликт с такими врагами, ненавистниками, недоброжелательными, надо знать, что нельзя мстить, это запрет Истары, и нельзя об этом рассказывать другим людям просто так, не имея для этого, как бы, вот той лет, не имея от этого пользы, иначе мы нарушаем закон злословия. Но с ними бороться, вот такими же чулини методами, он кричит, так сказать, повысить на него голос, при этом не имея, естественно, ощущения кассы, гнева, что это, иначе потеряем голову, такое, да, допустимо, это уровень, уровень у нас, простых людей. То, что описывает тут, Робейн Убаха, он описывает совершенно другой уровень. Царь Давид удостоился быть частью, называется, Меркова, частью, как бы, небесной колесницы, как его говорит, вместе с Авраам, с Хаком, Давид, четверо, как он удостоился, в момент, когда, когда, как описывается у пророков, Шамибен Гира, проклял его, и хотели его убить, остановил их Давид, их его хотел убить, потому что нельзя оскорблять царя, он остановил, говорит, это не он говорит, это его послали свыше, не надо его трогать. Видите, это инстинктивная реакция, прямо на месте. Это не, это сказать, сначала заорал, убейся, а потом вспомнил о том, что написано в Торе по-другому. Он жил этим, так он и достоился. Это то, что тут написано. В принципе, когда приходят нас унижать, когда нас орут, завистники, навистники, то делают это самое, что надо делать, терпеть от них обиды и воздавать им не злом по делам, а милостью, наоборот, еще больше вы сказали. Это более высокий уровень, это высший уровень. Следует делать им по возможности добро. Помним в сердце своем, что всякое благо и ущерб в руке Творца, будь им благословен, то, что они мне делают, если я понимаю, что в мире нет ничего, кроме Творца, значит, и это от него, значит, их послали вот этого негодника, вот этого врага и завистника, неброжелания. Тоже Творец послал? Ну, как я должен реагировать на это? Спокойно. Значит, это рука. Значит, мне за это полагается, типа этого. Если же случится по их вине вред или ущерб, то есть это не просто он на нас там покричал, а он еще нанес нам какой-то ущерб, потерпевший обязан судить их, стремясь к оправданию. То есть не судить их, как мы понимаем, а надо, как прочитать правильно, судить их, стремясь к оправданию. Радун, лакав, скуд. Найти им какое-то оправдание. То есть то, что они сделали, сделали, может быть, в порыве какого-то эмоционального спада, какая-то была причина была у них, найти всегда, можно найти причину, оправдать даже большого негодника. Но только тут есть и вторая сторона. Если уже подозревать, то кого? Самого себя. В чем? Смотрите, что он говорит. Так, подозревая самого себя, не были ли прежние его дела злые в глазах Бога? И он должен молиться его, прося прощения своих игроков. А чего мне послали этого негодника? Один рассказал, у меня сосед, я говорю, я его ненавижу, он мне сделал пакостей, он сделал то, сделал то. Сколько таких ситуаций есть у нас вокруг нас? Все время. Люди религиозные. Не-не-не. Он так. Видите, что тут сказано? Почему мне его послали? В первую очередь надо, во-первых, найти ему оправдание, а во-вторых, нужно понять, что если послали такого человека жить рядом со мной, то, по-видимому, в прошлом что-то было такое, что я этого заслуживал. Как только мы осознали это и другое, все отношение к нему, оно меняется. Мы его видим другими глазами. Человек, если бы понимал о том, что вот эти все позоры, вот эти все неприятные минуты нашей жизни, на самом деле, по большому счету, надо быть благодарным за этим, потому что это страдание, которое искупляет грех. Теперь, когда это приходит всего лишь как некие маленькие, так сказать, недоразумения, тут какой-то ущерб, тут упал, тут, я не знаю, так сказать, стукнулся, или кто-то тут накричал, или кто-то тут не то мне сделал, и не... Надо сказать, баруха шеем, что только это. Почему? Потому что, когда на меня висит, надо мной висит какое-то наказание, оно может пройти за один раз, и не знаю, где я окажусь, и не знаю, то ли в могиле, то ли в больницу. Вместо этого, милость и выжжусь, дело разбивает нам на всякие мелкие неприятности. Надо сказать, баруха шеем же все это, хотя бы по мелочам, мелочевка. И тогда превратятся враги его в друзей. Как сказал, мудрейший из людей, если желанный Господа пути человека, то даже врагов его примирить с ним. Так оно и есть. Каждый, кто наблюдает и видит, что если кто-то начинает относиться к своим друзьям, как тут описано, практически неизбежно. Всегда есть священие с правил, но практически неизбежно. В большинстве случаев эти ненавистники становятся друзьями. Ведь это большое величие человека, когда он способен простить, вести себя достойно в таких ситуациях, после всего реагировать спокойно и относиться еще хорошо к этому человеку, еще раздавать ему еще и добро, и сказать, это величие человека. По-видимому, такими мы должны быть. Давайте тут остановимся. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...